1 мая трудовые коллективы Самары собрались на площади Куйбышева, чтобы принять участие в празднике солидарности трудящихся. Собравшихся поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил самоотверженность старшего поколения, ветеранов труда, создавших мощнейшую экономику в стране в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время. И сегодня жителям города есть с кого брать пример. Я уверен, что все преодолеет. Все санкции, экономические агрессии в отношении нашей страны разобьются от талант, трудолюбия, работоспособность и солидарность нашего общества. Ведь 1 мая это день солидарности. Выступление губернатора завершилось чествованием трудовых династий нашего города. На площади присутствовала и глава Самары Елена Лапушкина. Для гостей праздника организовали концерт. Праздник весны и труда прошел также на аллее трудовой славы. Губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, депутаты, общественники коллектива оборонных и промышленных предприятий Самары возложили цветы к стелле «Город трудовой доблести». Напомним, стелла была установлена на проспекте юных пионеров. В декабре 2021 года Самаре президент присвоил звание «Город трудовой доблести». Сегодня, отмечая праздник весны и труда, мы воздаем дань уважения и благодарности нашим землякам, создавшим трудовую славу Самарской области. В годы Великой Отечественной войны труд наших земляков стал настоящим подвигом. Это наши родные, мамы и папы, бабушки и дедушки сделали наш город промышленным, космическим центром. Мы искренне восхищаемся их трудовыми подвигами. Мы крайне признательны им. И в это неспокойное сейчас время мы не имеем права их подвести. После торжественной церемонии жители и представители предприятий показали губернатору Дмитрию Азарову свой проект. По обновлению памятной стеллы доски почета работников самарских заводов на площади Кирова, около реконструируемого ДК имени Литвинова, губернатор поддержал инициативу самарцев. А тем временем на аллее юных пионеров организовали выставку ретро-машин и оружие. Волонтеры проводили экскурсии, а гости праздника делились своими воспоминаниями и впечатлениями о Первомае. Это прежде всего большой праздник. Праздник весны, праздник труда, праздник солидарности всех. И безусловно это прекрасные воспоминания, когда мы с коллективом выходили на праздничную площадь и демонстрировали свою солидарность, свою любовь к своему отечеству. Конечно здорово, очень здорово, пораду. Здорово, здорово, прекрасно. Так красиво. А я так вообще, это с 35-го года рождения, мне 87 лет. Да, и вот я решила, для меня это праздник, у меня в голове все это повторяется, повторяется, все так красиво. Праздник весны и труда. У нас из Советского Союза все так и остались все наши детские впечатления. Это флажки, транспаранты, демонстрация. Единство такое. И сейчас я так рада, что много молодежи. Очень даже хорошо. Для всех гостей праздника работала полевая кухня. Угощали кашей, пирожками и душистым чаем. Андрей Бессонов, Галина Топилина, Константин Головин, Игорь Казановский. События.